Вот так сегодня выглядит практически единственная подъездная дорога, которая ведет к гостинкам на Красного Знамени. Еще месяц назад ее состояние было весьма удручающим. Здесь убил ходовку не один владелец малолитражного автомобиля. Дорогу, по словам местных жителей, размыло во время летних ливней. С тех пор жильцы этих домов были вынуждены разбивать свои машины на этих огромных ямах. В вечернее время, в час пик, мы до дому не можем доехать, просто по полчаса мы стоим в пробках. Мы отсюда выехать не можем с утра на работу, а вечером заехать не можем. Плюс еще осложняет то, что в вечернее время здесь паркуются вдоль дороги и хочешь не хочешь, приходится ехать по яму. 17 октября в редакцию 8 канала обратились местные жители с просьбой осветить проблему. Куда звонить еще, они просто не знали, исчерпали все ресурсы. Сначала жители этих домов попытались обратиться в управляющую компанию. Это не придомовая территория, ответили там. Дорога – ответственность городской администрации. Однако и от властей жители положительного ответа не дождались. Говорили с ними, либо отказывались общаться, либо не сообщали ничего утешительного. В планах на ремонт эта дорога не стояла. Вся надежда у людей осталась только на поддержку СМИ. Жительница нашего дома позвонила в администрацию. Ей там ответили, что скорая проедет, а вы как хотите. Наша съемочная группа также обратилась в администрацию города с вопросом об этой многострадальной дороге. Тогда в пресс-службе нас уверили, что управление дорог и благоустройство обещает отремонтировать этот участок к концу года. Заасфальтировали дорогу на днях. И сегодня жители этих домов надеются, что ремонт переживет зимние снегопады, весеннюю слякоть и летние тайфуны. Светлана Садовая, Сергей Тулатив, Андрей Толстихин. Новости на Восьмом.